Эти артефакты позволят переписать историю его жизни. И одно из этих сокровищ Тутанхамон ценил больше других. В уголке Каирского музея лежит маленький кинжал, хранящий большую тайну. С помощью современных технологий эксперты смогли получить новую информацию об этом оружии. Эти данные потрясли мир. Количество сокровищ Тутанхамона поражает. Здесь есть все. От золотых статуэток и изысканных кроватей до обычной одежды. Но кроме предметов быта, в гробнице нашли целый склад оружия. Во всех этих ящиках лежат стрелы. Неужели ими заполнена вся секция? Потрясающе. Из всего этого арсенала, датируемого вторым тысячелетием до нашей эры, Тутанхамон особенно ценил один предмет. Этот замечательный кинжал с тех пор, как его нашли, экспонируется в Каирском музее. Туристы, толпящиеся вокруг самых впечатляющих артефактов, обходят стороной неприметный нож. Это не самое известное сокровище Тутанхамона, но, с моей точки зрения, одно из наиболее интересных. Это смертоносное оружие, лежащее у всех на виду, вот уже сто лет хранит свою тайну. Его исследование приоткроет еще одну сторону личности Тутанхамона – отважного воина, жаждущего власти в этом мире и за его пределами. Кинжал обнаружили внутри саркофага Тутанхамона. Он покоился на груди фараона. Судя по всему, Тутанхамон особенно ценил это оружие. Его нашли на мумии. Он лежал на животе фараона. Очевидно, что кинжал имел для Тутанхамона особое значение. Несомненно, это очень красивое оружие. Рукоять кинжала богато отделана золотом и драгоценными камнями, увенчана навершием из горного хрусталя. Ножны из чеканного золота украшены замысловатым цветочным узором. Но гробница Тутанхамона утопала в золоте и драгоценных камнях. Почему же в саркофаг положили именно этот кинжал? В чем его ценность? Все дело в клинке кинжала. Самое интересное в этом оружии, что его клинок выкован из железа. Железо – один из самых распространенных элементов на Земле. Но в Египте времен Тутанхамона оно было более редким металлом, чем золото. Три с половиной тысячелетия назад железо в Египте практически отсутствовало. Раскопки указывают на то, что в этой части света его научились плавить в шестом столетии до нашей эры, через 800 лет после смерти Тутанхамона. Железо, из которого изготовили клинок, не было добыто или выплавлено в Египте. Откуда же оно взялось? Эта тайна озадачивала ученых с момента обнаружения кинжала столетия назад. До последнего времени не существовало технологии, которая позволила бы определить происхождение металла без разрушения клинка. Благодаря применению современных методов рентгенографического анализа эксперты смогли разрешить эту загадку. Клинок состоит не только из железа. Эта технология позволяет увидеть уникальный химический состав кинжала. И главное, так мы можем увидеть процентное содержание каждого элемента. Железная руда включает различные примеси. Состав металла позволяет определить его месторождение. Определив уникальный химический состав железа, эксперты смогли установить его происхождение. Мы собираемся провести рентгенографию, поэтому в целях безопасности я прошу всех отойти на три метра в сторону. Этот аппарат направляет на клинок мощные рентгеновские лучи. По отраженному спектру можно определить элементы, входящие в его состав. Эксперты обнаружили невероятно высокое содержание никеля. Что нам это говорит о железе, из которого изготовлен кинжал? Такой химический состав не свойственен железной руде, встречающейся в Египте и на Земле в целом. Этот кинжал изготовлен из металла внеземного происхождения. Но если это железо не с нашей планеты, то откуда оно взялось? Его источником мог быть только метеорит, правда? Да, именно. Железо, из которого сделан кинжал, попало на Землю из космоса. Его путешествие началось тысячи, а возможно даже миллионы лет назад. Покинув расположенный между Марсом и Юпитером пояс астероидов, каменно-металлическая глыба пролетела 400 миллионов километров, пока не достигла Земли. Метеорит ударился о поверхность планеты и раскололся на куски расплавленного железа. Такой кусок пролежал тысячи, а возможно и миллионы лет в песках Африки. Прежде чем его нашли, переплавили и превратили в прекрасное и смертоносное оружие. Железо, из которого изготовлен этот кинжал, совершило невероятное путешествие. Скорее всего, для Тутанхамона этот кинжал был даром богов.